Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Пресвятитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 14 марта. Святой Ростислав, великий князь Киевский. Сын великого князя Киевского, святого Мстислава Великого, 1132 год. Брат святого князя Всеволода Гавриила, 1138. Является одним из выдающихся государственных и церковных деятелей Руси середины XII века. С его именем связано укрепление возвышения Смоленска, Смоленского княжества и Смоленской епархии. До XII века Смоленская земля была с основной частью единого киевского государства. Начало ее политическому обособлению было положено в 1125 году, когда святой князь Мстислав Великий унаследовал своего отца Владимира Мономаха. Киевский великокняжеский стол отдал Смоленск в держание своему сыну Ростиславу в крещении Михаилу. Благодаря трудам и подвигам святого Ростислава Смоленское княжество, которым он правил более 40 лет, расширяется, застраивается городами и селами, украшается храмами и монастырями, приобретает влияние на общерусские дела. Святым Ростиславом основаны в Смоленской земле города Ростиславль, Сиславль, Кричев, Пропойск, Васильев и другие. Он стал родоначальником Смоленской княжеской династии. В 1136 году святой Ростислав добился основания отдельной Смоленской епархии. Первым ее епископом стал Мануил, поставленный в марте-майе 1136 года митрополитом Киевским Михаилом. А имущественное ее положение было обеспечено уставом князя Ростислава, изданным в том же году. Кроме того, 30 сентября 1150 года специальные грамоты святой Ростислав подтвердил передачу Смоленской кашери Соборной горы в Смоленске, на которой стоял Кафедральный Успенский собор и другие епархиальные издания. Современники высоко ценили церковное строительство князя Ростислава. Даже источники, ничего более не сообщающие о нем, отмечают, что сей князь Святую Богородицу строил в Смоленске. А эти слова следует понимать не только в смысле перестройки и расширения при князе Ростиславе Успенского собора, воздвигнутого его дедом Владимиром Мономахом в 1601 году. Князь Ростислав был строителем церкви в более широком смысле. Он обеспечил Смоленский храм Успения Богородицы материально, превратил из городского собора в церковный центр огромной смоленской епархии. Святой князь Ростислав был строителем Смоленского Кремля и Спасского собора Смедынского Борисоглебского монастыря, основанного на месте убийства святого князя Глеба, 1015 год. Позже его сын Давид, выполняя возможно желание своего отца, перенес мне с Медыни из Киевского высшего города ветхие деревянные раки святых Бориса и Глеба, в которых их мощи покоились, до переложения в каменные раки в 1115 году. В 50-е годы XII века святой Ростислав был втянут в длительную борьбу за Киев, которую вели представители двух сильнейших княжеских группировок – Ольговичей и Мономаховичей. Хотя основным претендентом на великое княжение со стороны Мономаховичей был дядя Ростислава Юрий Долгорукий, Смоленскому князю одному из самых могущественных властителей русской земли нередко принадлежал решающий голос в военном и дипломатическом соперничестве. Для каждого из участников схватки он одновременно опасный противник и желанный союзник. Помимо своей воли он оказывается в центре событий. Это имело промыслительное значение, потому что святой Ростислав выделялся среди современников государственной мудростью, строгой справедливостью и безусловным послушанием старшим, глубоким почтением к церкви и ее иерархии. Для нескольких поколений он стал олицетворенным носителем русской правды и русской праведности. После смерти брата Изяслава, 13 ноября 1654 года, святой Ростислав на короткое время стал великим князем киевским, но владел Киевом совместно со своим дядей Вячеславом Владимировичем. После смерти последнего, в конце того же года, он вернулся в Смоленск, уступив к киевской княжине другому своему дяде Юрию Долгорукому и устранился от активного участия в кровополитных междукняжеских усобицах. Вторично он занял Киев 12 апреля 1659 года и оставался великим князем до самой смерти, 1667 год, хотя еще не раз пришлось ему отстаивать отчие наследие с мечом в руках. Годы правления святого Ростислава приходятся на один из самых сложных периодов в истории русской церкви. Старший брат Ростислава, князь Изяслав Мстиславович, сторонник автокефалии русской церкви, избрал митрополита русского ученого инока Климента Смолятича и повелел поставить его митрополиты собором русских епископов без обращения к константинопольскому патриарху. Это произошло в 1147 году. Русская иерархия в основном поддержала митрополита Климента и князя Изяслава и их борьбе за церковную независимость от Византии. Но некоторые епископы во главе с Нифантом, святителем Новгородским, не признали автокефального русского митрополита и уклонились от общения с ним, превратив свои епархии впредь до выяснения обстановки в своеобразные автокефальные церковные округа. Так поступил и епископ Мануил Смоленский. Святой Ростислав понимал опасность, которую таила в себе идея русской автокефалии в то время в условиях разоробленности Руси. Постоянная битва за Киев, которую вели князья, усложнилась бы такой же битвой за киевскую митрополитическую кафедру, между многочисленными претендентами, которых выдвигала та или иная княжеская группировка. Предвидение святого Ростислава полностью оправдалось. Юрий Долгорухий, придерживавшись византийской ориентации, заняв в 1654 году Киев, немедленно изгнал митрополита Климента и послал в Сарьград за новым митрополитом. Им стал святой Константин, но он прибыл на Русь лишь в 1656 году, за полгода до смерти Юрия Долгорукова, 15 мая 1657 года умер. А еще полгода спустя, когда 22 декабря 1657 года в город вступил племянник святого Ростислава Мстислав Изиславич, святитель Константин должен был бежать из Киева, и на митрополитическую кафедру вернулся неизложенный Климент Смолятич. Началась царковная смута, на Руси стало два митрополита. Вся иерархия и духовенство оказались под запрещением. Митрополит Грек запретил русских, поддерживавших Климента. Климент запретил всех ставленников и сторонников Грека. Для прекращения соблазна святой Ростислав и Мстислав постановили удалить обоих митрополитов и просить у патриарха поставления на русскую кафедру нового первосвятителя. Но сложности на этом не кончились. Прибывший в Киев осенью 1661 года митрополит Феодор умер весной следующего года. По примеру святого Андрея Боголюбского, пытавшегося в это время провести в митрополите своего сподвижника епископа Феодора, святой Ростислав выдвинул своего кандидата, которым много казался многострадальный Климент Смолятич. Тот факт, что великий князь изменил свое отношение к митрополиту Клименту, проникнутому в идею русской аштокефалии, объясняется влиянием Киево-Печерского монастыря и особенно архимандрита Поликарпа. Архимандрит Поликарп, блеститель печерских преданий, в 1165 году он стал настоятелем обители, был самым близким к святому Ростиславу человеком. Святой Ростислав имел благочестивые обычаи приглашать по субботам и воскресеньям Великого Поста к своему столу печерского игумена с двенадцатью иноками и сам им прислуживал. Князь не раз изъявлял желание постричься монахи в обители преподобных Антоний и Феодосия и даже приказал построить себе там келью. Печерские иноки, пользовавшиеся огромным духовным влиянием в Древней Руси, поддерживали в князе мысль о независимости русской церкви. Тем более, что епископы из греков были в эти годы на Руси даже под подозрением относительно их праведности, православия, в связи с известным спором о постах леонтианской ересь. Но благочестивое желание святого Ростислава добиться у патриарха благословения русского митрополита Климента не осуществилось. Греки считали право назначения митрополита на киевскую кафедру своей важнейшей привилегией, что объяснялось не столько церковными, сколько политическими интересами империи. В 1165 году в Киев прибыл новый митрополит Грек Иоанн IV, и святой Ростислав из смирения и церковного послушания принял его. Новый митрополит, подобно своему предшественнику, управлял русской церковью менее года, умер в 1166 году. Киевская кафедра вновь осталась вдовствующей, а великий князь был лишен Отеческого совета и духовного окормления со стороны митрополита. Единственным духовным утешением его было общение с игуменом Поликарпом и святыми старствами Киево-Печерского монастыря и Феодоровского монастыря в Киеве, основанного его отцом. Возвращаясь из похода на Новгород весной 1167 года святой Ростислав занемок. Когда он доехал до Смоленска, где княжил его сын Роман, родные уговаривали его оставься в Смоленске, но великий князь приказал везти его в Киев. Если умру по дороге, завещал он, положите меня в отчим монастыре у святого Феодора. Если Бог исцелит меня молитвами причистой своей матери и преподобного Феодосия, постригусь в Печерском монастыре. Бог не судил исполниться давнему желанию Ростислава окончить жизнь инокам в святой обители. Святой князь скончался на пути в Киев 14 марта 1167 года. В других источниках указан 1168 год. Тело его, согласно завещанию, было положено в Киевском Феодоровском монастыре. Богу нашему слава, во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.